Если женщинам секс важен, почему они мне не дают? Это прямо крик души многих мужчин, которые попадают в одну и ту же ситуацию. За девушкой ухаживаешь, говоришь ей комплименты, пытаешься как-то познакомиться. Зачем? Чтобы хорошо провести время с ней в постели. Она может благосклонно быть комплиментом и словом, но до секса дело не доходит. Или в паре, в браке люди живут, и так, чтобы получать секс по первому хотению, по первому велению, не так-то просто. Женщины тоже как-то отказываются. То одно, не то, то голова болит, то еще что-то. То есть не так-то просто получить даже обычный секс, не говоря уже о том, чтобы осуществить какие-то фантазии. И у мужчин создается впечатление, что женщинам секс совершенно не нужен. И когда я утверждаю практически во всех своих видео, говорю о том, что секс с женщинам очень важен, что он находится в центре любых отношений, мужчины мне не верят, потому что в их реальности все совершенно иначе. Женщинам он не нужен, им нужны другие вещи от мужчин. И в этом видео я попытаюсь объяснить, почему я говорю, что секс находится в центре, и почему он женщинам важен. Первый момент – это такое культурное табу. Вообще не принято говорить о сексе, и особенно включая отношения. То есть все говорят об отношениях, о любви, о том, какие у нас общие интересы, что вот мы сошлись, вот эта женщина мне очень нравится, вот этот мужчина подходит мне, мы создали пару и так далее, и так далее. И про отношения тоже, вот какие у нас проблемы в отношениях, будут говорить о чем угодно, но не о сексе. И секс очень так вот где-то второстепенно. И поэтому, смотрите, еще для мужчин в принципе в обществе разрешено хотеть секса. То есть разрешено демонстрировать свое желание. Когда мужчина идет первый знакомиться, флиртовать, как-то вот вести к девушку в постель, то никак не осуждается то, что он свое желание как-то выражает. То есть с точки зрения общества, ну да, конечно, мужчина хочет секса, это хорошо, это нормально, и поэтому да, конечно. Но теперь, если мы посмотрим на позицию по отношению к женщинам в социуме, мы видим здесь другую картину. Женщина не может открыто заявить о том, что она хочет секса. Женщина не может первой инициировать именно секс, даже в паре собственной. То есть с этой проблемой прям сталкиваются все женщины. Вот даже она хочет секса, она теряется. Как об этом заявить? Если у нее нет в данный момент мужчины, куда она пойдет? У меня было видео на тему, нет парня, а секса хочется. Если посмотреть комментарии к нему, так просто идут одни оскорбления от мужчин, что как это так, что это Анна предлагает, бежать искать, значит, какой-то член. То есть идет осуждение сразу. Любое мое видео, где я рассказываю о каком-то сексе, таком нетрадиционном, что ли, да, вот какой-то вариант, какой-то вариант фантазии, точно так же безумное оскорбление просто за то, что я озвучиваю, да, женщина не может озвучивать свое сексуальное желание. И в этой атмосфере живут все женщины. То есть, ну, осуждение идет уже изначально. И мужчины хотят, чтобы вот женщины легко соглашались на сексуальный контакт. Подождите, ну, как бы мужчины же и осуждают женщин, если она легко идет на сексуальный контакт. Вот ей захотелось, она пошла с сексом с одним мужчиной, а потом, например, с другим. Нет, это не надо так, это нехорошо. В этой же ситуации мужчина может это делать, его никто не осудит. То есть, первый момент, женщины прячут свое сексуальное желание, потому что боятся осуждения. Даже если парень симпатичен, он за ней ухаживает. Ну, как бы она не может показать своего желания. Это, как бы, первое такое, ну, культурное отличие. То есть, поэтому они о сексе и не говорят. Нельзя, неприлично для женщин. Второй момент, разница, ну, сексуального возбуждения, что ли. Природа так устроила, чтобы мужчина был готов к сексу практически всегда. Ну вот, потому что, если какой-то женщине захочется секса, ей достаточно будет немножко оголиться, там, чуть-чуть пофлиртовать, и все, мужчина уже к сексу готов. Это хорошо. Но мужчины, не зная, что у женщин по-другому, переносят вот свое такое природное ощущение на женщин. То есть, если мужчина, вот он утром проснулся, у него член встался, он уже готов к сексу, он уже его хочет. Если какая-то женщина прошла мимо, там, повиляла бедрами, все, член среагировал, он хочет. То есть, мужчина всегда чувствует, когда он хочет секса. У него это, ну, как природа ему сразу подсказывает, да, я готов, я хочу. И мужчины считают, что у женщин так же. То есть, они просто вот мне конкретно не дают. А так они вообще хотят, и с каким-то мужиком там идут, и, значит, чем-то таким занимаются. А мне, значит, нос воротит, потому что что-то ей другое нужно. Вот, да, хочет как-то подороже себе продать. Да нет, она просто не готова к сексу. Более того, еще усилим этот момент. Мужчина сильнее женщины. И женщина, то есть, тоже для мужиков это совершенно непонятно. Но для девушки есть такой момент, ну, опасности. То есть, если какой-то мужчина незнакомый с ней флиртует, пытается как-то ее соблазнить, у нее, как бы, первый критерий еще на адекватность идет. А мужчина адекватный, он вообще управляемый. А смогу ли я с ним справиться? То есть, даже если у него что-то такое вот начинает откликаться, оно как-то... А вот, а вдруг чего, да? На всякий случай нет, да? Вот, нет. Опять, мужчина говорит, а вот им секс не нужен. Да нужен, ну, просто есть некоторый момент. Допустим, мужчина адекватный, она его знает, он в ее окружении, все хорошо. Но вот это, как бы, готовности к сексу, как у мужчины, у нее нет. Нет, есть постепенный вход. То есть, у нее нет такого, что, ну, опять же, мужчина, да, допустим, мужчина занят, в голове весь, такой в мыслях, не до, как говорится, не до секса, не до чего. Но, например, женщина возьмет и возьмет его за член. И мысли куда-то улетели, и мужчина говорит, все, пошли, отлично. То есть, что может быть лучше секса? Все, сразу среагировал. И мужчина думает, если я сейчас женщину вот так раз за вагину возьму, она тоже будет готова. Да, это просто ужас. И, то есть, смотрите, у нее не то, что ты наглец, там, значит, хватаешь за мои места, а у нее просто она так не возбуждается, она так не может. Чтобы женщине возбудиться, ей нужен контакт с мужчиной. То есть, из-за того, что у нее по всему телу вот эти бегают такие, ну, приятные сексуальные импульсы, то ей хочется их все усилить. А для этого нужно с мужчиной вот затеять такую сексуальную игру. То есть, вот как-то, да, что-то такое с ним. Как-то поделать, чтобы он ее пообнимал. Сначала полюбовался ей, потом... И когда она вот это постепенно, постепенно заводится с ним, вот тогда, тогда давай, парень, и хватай меня везде, и займемся сексом, и будет так заниматься страстно сексом. Но она сразу не может, у нее нет такого механизма. И поэтому женщина, она же не с членом занимается сексом, а с мужчиной. А у мужчин вот это, ну, да, вот эти... Женщина, набор половых органов, и просто я смотрю на них, и мне уже как бы хорошо, я уже готов. Вот. То есть, нужно учитывать, что женщина, ну, у нее не так. Ну, то есть, нужно какое-то время. Дальше, следующий момент. Есть вот этот момент, как, ну, совпадение, что ли, сексуальных желаний, да, сексуального образа. То есть, мужчина, в принципе, да, достаточно большое количество женщин, ему нравится разных, и он готов заняться сексом вот с большим количеством женщин. У девушек, опять же, не так. Потому что ей вот как-то важен некоторый типаж мужчины, который попадает в ее сексуальность. Например, все может меняться. Ну, вот сегодня ей хочется вот такого мужчины, и нужно, чтобы он попал. А теперь мужчина говорит что-то не то, хватает грубо, или наоборот ничего не делает, все время только какие-то словеса красивые, умные говорит. Никак, да, то есть, она и хочет, блин, вот это нестыковка. У меня как раз вот в курсе, почему она не дает надежды. Десять таких типовых ошибок, из-за которых мужчины сами себя лишают секса. Вот ссылка будет в описании. То есть, вот какую-то ошибку мужчина сделал, все. То есть, секса он лишился. Ну, потому что женщина пытается настроиться, а оттуда не то, да, не те сигналы, не то идет. Не получается, ну, как бы не выходит. То есть, смотрите, при этом, да, она же, ну, то есть, она сама хочет, она будет как-то искать и пытаться найти то, что хочет. Если мы посмотрим, о чем разговаривают женщины. Они бесконечно разговаривают о мужчинах, там, ну, как-то о любви, об отношениях. Но возникает вопрос. То есть, это из-за того, что социальное табу. Я не про секс, я про отношения. Но внутри этих отношений что? Что она с этим мужчиной, у нее будет такая романтика, у нее будут поцелуи. Естественно, там будет секс. То есть, фактически, они разговаривают о сексе просто другим языком. Если мы посмотрим, там, группы вот этих, кто обучается на сексологов? Вот, я смотрю, там одни женщины. Возникает вопрос. А что? А мужчин же волнует тема секса. Женщинам же это вообще далеко. Просто потому что это такой разрешенный вариант поговорить о сексе. То есть, там, где можно разговаривать о сексе, там, где хоть что-то можно как-то выразить свое желание, женщины туда ломятся. Им это важно. Им это безумно важно. Окей, давайте посмотрим на ситуацию вот эту в браке. Люди в паре, вот они как бы живут и говорят, что вот там же женщинам совершенно секс не нужен. У меня такое, подождите, давайте посмотрим, ну, статистику измен. Практически одинаково изменяют как мужчины, так и женщины. Прямо по цифрам, чуть-чуть мужчин побольше, ну, в процентах, что они больше идут на измены. Но женщины точно так же изменяют. Это о чем говорит? Они изменяют ради чего? Вот она приходит к любовнику зачем? Ну, чтобы он стихи читал или там, вот они разговаривали о чем-то таком умном. Ну, они же сексом занимаются. То есть, секс важен. Иначе она зачем любовника завела? Ей же он не нужен, она вот как бы прекрасно с мужем живет, разговаривает, все. А любовник это зачем? Для секса. То есть, внутри пары, да, не хватает ярких чувств, ярких сексуальных чувств. И это настолько женщине важно, что она идет и ищет это в другом месте. Ну, либо пытается вот как-то с мужем, да, найти какую-то форму, другую, чтобы это желание получить. То есть, ну, опять же. Вот это путаница. То есть, я понимаю, откуда. Вот один мужчина так и написал, говорит. Прямо я, говорит, вот был в браке, развелся. И женщины, с кем я сейчас встречаюсь, это все замужние. И, говорит, все как под копирку, мне говорят про мужа. Значит, что, ну, почему она, собственно говоря, вот с ним-то, да, с любовником, а не с мужем. Муж мне не внимательный, он со мной по магазинам не ходит. Он вот, я не знаю, не может даже гвоздя там забить. Он говорит, лампочку вот не меняет, сколько раз я ему говорила. То есть, вот, как бы, такие причины. Говорит, ну, поздно приходит, опять же, внимания нет и прочее. И он, как бы, возмущается. Он говорит, я же тоже был таким, значит, вот, работягой. И вот наверняка про меня говорили вот один в один, что я вот такой вот сякой. И смотрите, то есть, этот мужчина, он не видит, говорит, что, продолжает утверждать, что женщинам секс не важен. Вон они, значит, как бы, что про мужей говорят. У меня такой вопрос. Во-первых, вот она к тебе, опять же, пришла, зачем? Она с тобой сексом занимается. Значит, секс важен. То есть, в браке у нее этого нет. Но почему она об этом не говорит? Вы можете себе представить женщину, которая скажет, да, я просто с мужем потрахаться неинтересно, вот к тебе пришла. Это, понимаете, это вообще, то есть, опять вспоминаем, да, плац культурный, о сексе не говорят. Второе, у нее нету, ну, у нее даже в голове нет такой вот, ну, мысли, что я вот, ну, за этим. Ей хочется вот с мужчиной контакта, разговоров о чувствах, ну, и, естественно, сексуальных вещей. То есть, она не может, она никогда не скажет, что вот ей там было плохо, ну, сексуально. Ну, пришла она за этим. То есть, вот если бы она пришла, я сказала, слушай, прям муж в лампочку не вкручит, вкрути мне лампочку. Вот прям не могу, хочу. Ну, нет же, она же не просит. Или там вот, сходи со мной по магазинам, потому что я вот прям не могу, как хочу. Нет. Но она никогда не озвучит это причиной. И именно поэтому я всегда говорю, все вот эти вот причины, когда люди, они имеют место быть. Безусловно, отношения сложная штука. И там помимо секса есть еще куча вещей, приятных и неприятных, из-за которых у пари, ну, что-то складывается, что-то нет. И нужно смотреть на общую картину. Но секс всегда в центре. И если у вас что-то настолько разладилось, что вот, все, да, вы прежде всего смотрите на секс. Женщина, он очень важен. Или, еще один пример вам приведу. Женщина, значит, с каким-то мужчиной, все, сходила на свидание, все прекрасно, они там занялись сексом, о чудо, там все замечательно. И все, и на следующий день она пропадает, и мужчина пытается, да, ей написать, а что случилось? Вы думаете, женщина скажет, да трахаться с тобой было плохо? Ну, никогда. Она скажет, ты знаешь, вот, что-то вот я как-то занята, или я не готова к серьезным отношениям. Я вот сейчас, у меня такой сложный на работе момент. Не знаю, там, бывший у меня проснулся, пришел. Найдет массу причин. Но основная причина будет в том, что что-то было в сексе не так. То есть она попробовала, ей было интересно, но здесь было не так. Или женщина пишет, вот какая-то странная история. Мужчина приятный, хороший, замечательный, но, как говорят мужчины, не стоит. А почему-то стоит, то есть влечет к мужчинам, которые, ну вот на самом деле, такие не очень-то себе наглые, хамоватые, вот такие. Возникает вопрос, как же так, женщинам же секс не важен, то есть она же вот что она хочет, да, вот хороший же мужчина, замечательный, может же с ним любовь создать. А что такое плохой мужчина? А плохой мужчина позволяет женщине быть в сексе плохой девочкой. Потому что сексом занимаются, ну как, для большинства вот это в сознании, плохое занятие, плохие люди. А хочется. А с кем себе разрешить плохое? Ну не с этим вот приличным, очень умным, хорошим мужчиной. Нельзя стать вот развратной шлюхой, нельзя. Он же еще может осудить, да, опять же вспоминаем, осуждение общества. А вот с плохим мальчиком можно, поэтому к нему и тянет. То есть, смотрите, я вам накидала огромное количество примеров, их намного больше, показывающие, что секс очень важен женщинам. Вы просто смотрите на слова, на какие-то вот такие вокруг рюшечки, но не смотрите в центр, а нужно смотреть сюда. И если вот в сексе, в интиме, в паре все хорошо, женщине хорошо, вот это все, я обязательно еще одну скажу вещь. Просто на нее среагировал тоже один мужчина, когда тоже опять, да, женщинам секс не нужен, и все такое. Я говорю, им не нужен ваш секс, тот секс, который вы даете, им не нужен. Им нужен свой секс. И вот здесь он так это, подождите, подождите, а что значит свой секс? Свой секс – это когда я занимаюсь сексом для своего удовольствия. Женщины очень часто мужчин обслуживают в сексе. То есть вот она, и вот с этим мужчиной мне, ну я понимаю, что нужно вот это, вот это, потом минет, потом все. И он мне скажет, молодец, там, да, ну как бы, классная, ты классная любовница. А она ничего не получила, потому что у нее было другое желание, а страшно, да, хочется быть и хорошей любовницей, чтобы мне сказали. Ну блин, а хочется же своего секса. И когда у нее раз за разом обслуживание сексуальное, мужское или не ее секс, она тоже, ну, уходит и ищет что-то другого. При этом никогда вам не скажет, что вот меня не устроил секс. Она скажет, ну ты знаешь, вот все-таки мы разные с тобой люди. Культурный класс. Вот такой, такой мой большой спич вам на эту тему. Друзья мои, секс женщинам важен. Нужно учиться, находить с ней контакт и ее как-то лучше понимать и чувствовать. Для этого у меня миллион курсов. И подписывайтесь на мой канал. Я говорю о сексе. С удовольствием. С удовольствием. Продолжение следует...